В понедельник, 23 января, православные христиане молитвенно воспоминают святителя Феофана Затворника Вышинского. Праведник родился в 1815 году в Орловской губернии. Юноша закончил Киевскую духовную академию в числе первых учеников и, приняв монашество, стал преподавателем Петербургской академии. Святитель Феофан был в Палестине в первом составе русской духовной миссии. Шесть лет он неутомимо изучал писания святых отцов по древним рукописям, знакомился с уставом и житиями древних подвижников. В 1853 году началась Крымская война и духовенство миссии вернулось в Россию. За свои труды иеромонах Феофан был возведен в Сан-Архимандрита и назначен ректором Петербургской духовной академии и Аланецкой духовной семинарии. Учебные заведения в то время были еще не устроены. Архимандрит Феофан занимался организацией строительства и воспитанием учащихся. В 1859 году отец Феофан был хиротонисан воепископа Тамбовского и Шацкого. Владыка устраивал церковно-приходские и воскресные школы, заботился о повышении образования духовенства. Спустя четыре года он был переведен на Владимирскую кафедру. Все духовные академии избрали его почетным членом, а Санкт-Петербургская духовная академия удостоила и звания доктора богословия. В 1866 году Владыка Феофан отправился на покой и переселился в Успенскую Увышинскую пустынь. Время после богослужения и молитвы святитель посвящал письменным трудам. После Пасхи 1872 года ушел в затвор. Он совершал богослужения, создавал толкование священного писания и занимался переводом творений древних отцов и учителей. Феофан-затворник мирно скончался 19 января 1894 года в праздник Крещения Господня. При облачении на лице его просияла блаженная улыбка. Он был погребен в Казанском соборе пустыни. В 1988 году святитель Феофан-затворник Вышинский прославлен в лике святых. Феофан-затворник 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 Продолжение следует...